В Чебоксарах на территории ТЭЦ-2 провели операцию по спасению птенцов-соколят. Их обнаружили при демонтаже дымовой трубы. Как чувствуют себя спасенные и какова дальнейшая судьба птенцов, смотрите далее. Работники ТЭЦ-2 уже давно наблюдали, как над их территорией между градирнями и полуснесенной дымовой трубой летают соколы. Но о том, что в недрах старой дымовой трубы они соорудили себе жилье, узнали совсем недавно. Лишь приступив к последнему этапу сноса дымовой трубы, рабочие обнаружили, что они здесь не одни. При осуществлении допуска специализированной организации по демонтажу данной трубы, нам было обнаружено, что внутри ствола дымовой трубы разместились соколы, оборудовали там, так скажем, свое гнездо. И за тот период подготовительного времени успели вылупиться птенчики. Спасательная операция длилась около трех часов. Соколы, видимо, улетевшие в поисках пищи, оставили своих птенцов в нише трубы. Скалолазы смогли подобраться к ним лишь через три часа попыток. Эти два соколенка родились в рубашке, говорит орнитолог. Еще недели они могли бы погибнуть, так как их гнездо находится в 50 метрах от земли. Нередки случаи, когда птенцы, достигая определенного возраста, пытаются выбраться из гнезда и падают на землю. Дальше дело случая. Можно сказать, что это самый обычный вид соколов на территории Чувашии. И единственный вид, который приспособился жить в городах. То есть он занимает вот такие вот различные ниши в строениях. Эти птенцы уже довольно взрослые, им примерно около месяца. И примерно через неделю, самое большее через 10 дней, они уже будут готовы к полету. Когда герой-спасатель передал птицу в руки к опекунам, взволнованные зрители выдохнули. Для того, чтобы родители отыскали птенцов как можно скорее, их поместили на крышу двухэтажного здания на территории ТЭЦ-2. Ну а пока родители малюток не нашли, сотрудники организации пообещали сами их кормить. Сабина Вишневская, Александр Петров, Республика.